Никто даже не поймёт, что война уже началась. Просто люди один за другим будут превращаться в тихих животных, готовых покорно выполнять чужую волю. Матери будут душить детей в колыбелях, дети убивать стариков. Никто не будет сознавать, что творит. Это будет общество людей новой породы. Потому что стоит только вспрыснуть одну десятитысячную граммой рейдж самому неповоротливому человеческому существу, как оно мгновенно ощутит огромное интеллектуальное могущество. Вот вам и решение всех проблем. Нет больше ни богатых, ни бедных. Есть только элита, живущая в новом Эдеме. Мыслители, поэты, учёные. Вы спросите, а кто же будет работать? Правильный вопрос. Молодчина. Работать будут представители неполноценных рас, прошедшие специальную психохимическую обработку на совершенно иных дозах. Причём на этом пути открываются возможности поистине сказочные. Перестаньте! Во-первых, эти люди по-своему совершенно счастливы, поскольку они начисто лишены памяти. Они отрезаны от какой бы то ни было информации извне. Ведь от чего люди страдают больше всего? От сравнения. Кто-то живёт лучше, кто-то талантливее, кто-то богаче, кто-то могущественнее. А человек, прошедший психохимическую обработку, будет радоваться непрерывно. Радоваться, что его тепло, что помидор красный, что солнце светит, что ровно в два часа, что бы ни случилось, он получит свой питательный бобовый суп. А ночью, женщину, при условии, если он будет прилежно трудиться. Ну, разве это не милосердно? А дальше Р. Эйч сможет постепенно создавать определённые типы служебного человека, ну, так как это мудро сделала природа вули, муравейники. Представьте, человек-ткач, человек-пекарь, человек-шофёр. Причём у него нет никаких других потребностей. Никакого комплекса неполноценности. Ну, нет же у Вала комплекса неполноценности от того, что он у... Ну, у Вала, слава Богу. Человек-робот ни о чём не думает. Всегда доволен, и он размножается, производит себе подобных. От человека-золотаря так же не может родиться человек-математика, как от кошки не может родиться слон. Исключено. Потому что влияние Р. Эйч затрагивает генетическую структуру человека. Вот что особенно важно вы говорите.